Я с удовольствием представляю вам президента Фонда биографических интервью «Аярис» Татьяну Вячеславовну Михайлову. Исходя из названия фонда, вы понимаете, что речь идет об истории, о человеческих судьбах, о том, что называется еще жанр интервьюирования. Ну и не только. Татьяна Вячеславовна сейчас все расскажет. Я закончила в 1991 году университет Филфак, а уже в 2003 Международный институт рекламы. И после этого я уже в Москве 20 лет работала как маркетолог. То есть реклама, как вы понимаете, это часть маркетинга. То есть мой опыт созвучен с вашим. И я хотела сегодня с вами, думала о том, что будет вам полезно, я хочу сделать инструментальный доклад. То есть, с одной стороны, вам, как рекламщикам, предстоит создавать креативный продукт. И я хочу разложить его на этапы, чтобы вы знали, с чего начать, куда двигаться и как все это реализуется. А микрофона нет? А, окей, хорошо. Хорошо. Поэтому, смотрите, сегодня я принесла вам свой проект «Кул Шариф Возрождение». Это документальный фильм об истории восстановления Казанского Кремля. И на его примере я попробую вам рассказать, с чего все начиналось, и поговорим о процессе и о технологиях. Вот обращаясь к опыту предыдущего докладчика, он сказал, что ничего ценнее нет, чем инструменты и в каком порядке им пользоваться. Вот об этом сегодня будет речь. Хочу, чтобы презентацию у вас осталось, поэтому найдите возможность у Ленара ее забрать, фотографировать не надо, потому что там есть много текста, такого прямо, 1, 2, 3, 4, 5. И этим можно будет реально пользоваться. Вот. Скажите, пожалуйста, вот получается, что я закончила ВУЗ где-то порядка 30 лет назад, вот сейчас я с вами делюсь опытом. У кого есть, у кого есть желание лет через 10-15 занять мое место и тоже делиться опытом? Амбициозные люди есть? Супер. Трое, пятеро? Нормально. Женщины? О, один мужчина. Достойно. То есть вот смотрите, это совершенно все реально, и поэтому в моем докладе есть глазами руководителя. То есть это доклад для тех, кто будет управлять процессом. Но на самом деле даже в самой маленькой задаче вы всегда будете управлять процессом. И либо вы управляете процессом, либо он идет сам по себе. Поэтому смотрите на это вот как на такой инструмент. Значит, однажды мне подарили... С чего начнем? Однажды мне подарили мой руководитель визуальную метафору, которая мне помогает двигаться по любому проекту. Я прошу следующий, или я сама себе кликаю. О, ничего я не прошу, я кликаю просто. Вот она. Это просто вектор. То есть начиная любой проект, мы понимаем, что есть три точки. Первая, где мы находимся. Последняя, куда мы хотим попасть. И в середине находится, как мы туда пойдем. И смотрите, где мы сейчас, это ресурсы. Что такое ресурсы? Это наша команда, навыки, люди. Наше владение темой. Новая она для нас или любимая. Мы просто одержимы этой темой. И идея. Нафига мы что-то такое затеваем, как проект? Куда мы хотим попасть? Это что такое? Конечно, это цель. И чем точнее, ярче наше представление об этой цели, да, тем будет лучше подтягиваться вся вселенная, все ресурсы и все вообще возможности, будут открываться нужные двери. Вот если у нас в голове есть это представление о нашей цели, мы туда точно попадем. Если цели нет, Алиса говорила, Алиса спросила, кажется, чеширского кота. Я правильно иду? В зависимости от того, куда ты хочешь попасть. Если ты не знаешь, куда ты хочешь попасть, все равно, куда тебе идти. Понимаете? Поэтому, начиная любое дело, нужно визуализировать свою цель. Как она должна выглядеть? Это кино на 50 минут или на 15 минут? Это кино исследование или это кино портрет? То есть вот такая вещь. Вы хотите, чтобы это больше покупали или чтобы от этого без ума были, ну, как бы, самые смелые целевая аудитория продукта? То есть или это мейнстрим для тех, кто уже, как бы, смотрит на то, как два года этот продукт в рынке есть, и что бы я до сих пор еще это не попробовала? Вот в зависимости от этой цели будет, как бы, креативное решение. И в середине, как мы туда попадем, это что такое? Правильно. А на языке менеджмента называется план действий. То есть если у нас есть четкий проработанный план действий, мы точно к цели, с нужными ресурсами, мы дойдем до этого. И вот смотрите, план работы это что делаем, с кем, когда, как, в каком порядке, за какие деньги и, как бы, ну, и вот, вот так вот просто запомните, пожалуйста, этот вектор, пусть он у вас тоже останется, потому что именно так решается задача любой сложности. Следующий слайд – тайминг проекта. Смотрите, если сначала была стрелка слева направо, то на самом деле, когда мы начинаем планировать проект, нужно идти от обратного. Сначала мы ставим конечную цель. Нам нужно за три дня или за год сделать проект. И давайте иметь в виду, что, смотрите, это процесс наоборот, и начинать планирование нужно с конца. Когда мы сдаем проект, можно ли одномоментно сдать проект? Мы запланировали, что мы сдадим его 8 марта. Что это означает? Когда должен быть реально готов проект? Когда? За неделю, две возможности. Я вас огорчу, он должен быть готов 25 декабря. Почему? Потому что начнутся праздники, когда все будут отдыхать, когда ничего не случится уже, и уже расслабон начинается. И поэтому, а потом еще оставляем два месяца на согласование, когда возникнут великие идеи у вашего заказчика, и нужно будет что-то успеть предпринять. И идеально, если мы последнюю сдачу проведем 8 марта после 23 февраля. То есть представьте себе, какой задел нужно иметь. Если у вас хорошее зрение, то вы видите, символом сдачи работы является акт выполненных работ. Вот я говорю, может быть, о пошлых вещах, потому что вы хотели, может быть, о креативе говорить. А я говорю, если бумажка подписана, работу вы сдали. Но прежде чем это случится, смотрите, есть предыдущие правки, сдача проекта, анимация правки, предварительный просмотр. Как минимум три раза вы будете сдавать проект. Первый предварительный просмотр самому себе, когда вот вы все сделали, все собрали, и внутри команды смотрите, и думаем, что налабали? Вообще, хорошо это или плохо? Понимаете? Потом будет несколько итераций сдачи заказчика. У вас такое было? Да. Ну, то есть, кто прожил это, тот понимает. Здорово. И смотрите, связано не в том, что гениальные вы исполнители или не гениальные. Почему проект не принимается с первого раза? Приведу пример. Микеланджело сдавал статую Давида Пию, не помню, 13-му, папе сдавал. И папа, подойдя к Давиду, сказал, прекрасная работа, что-то с носом, что-то с носом не то. Если бы это был не Микеланджело, он бы разозлился, возможно, разбил бы Давиду лицо. Ну, свою статую бы порушил. Но он взял песочек, залез на высоту, это порядка 10 метров, постучал немножко по носу и посыпал песочек. Что произошло? Ну как, имитация. То есть, очень часто бывает так, в советскую эпоху так было, когда Гайдай, например, зная о том, что все будет вырезаться частично, он что делал? В картину вставлял ядерный взрыв. Ядерный взрыв убирают, все остальное как бы проходит так, как хотел автор. Поэтому, если есть какие-то вот такие моменты, которые можно заранее заложить или относиться, по крайней мере, к этому более легко, чтобы у вас не было вашего авторского такого эго, что, ну вот, я же старался, а они сделали не так. Заказчика надо слушать и быть готовым чем-то там, ну как, подстелить соломку, чтобы заказчик остался доволен при помощи вот этого простого инструмента. Смотрите, почему еще, может быть, проект не сдан? Может случиться так, что заказчик говорит, я думал, что все будет иначе. Как с этим бороться? Я по-другому видел себе результат. У кого-то было такое? А? В конце, когда все деньги потрачены и время уже, как бы, время уже все вышло, не получится. А страхуемся от этого очень простым способом. Мы подписываем письменно все этапы производства. То есть, как формулируется идея, кого снимаем, кастинг актеров, звук, который мы даем послушать. Рекламщики, у вас точно будет выбор звука. Какой мальчик? Мальчик 15 лет или мальчик 5 лет. То есть, высокий тембр, низкий тембр. Вот. Как звучит мама? Он думал, что мама это Анжелина Джоли, а у нас мама там, ну, другая, например. Поэтому все подписываем. И каждый контакт-репорт, так называемый, деловое совещание, нужно обязательно подписывать. Вот об этом мы договорились. Если все пройдено поэтапно, нет шансов, что работа не будет сдана. То есть, документы оборот в вашей творческой деятельности – это великая вещь. Этому нужно учиться сразу. Подготовка. Да, вот смотрите, подготовка, да. Обращаю внимание, вы будете работать с большими бюджетами. Бюджеты на производство, ну, условно говоря, от миллиона рублей начинаются, да. И нужно понимать, как составить договор, где должны поступить деньги. Как вам кажется? В какой момент процессы должны поступить деньги? В самом начале? Не дадут, потому что они вас не знают, и вы никто еще для них. А когда? Как вариант, вы будете договариваться, но договор вы подпишете, и вот когда должны поступать деньги? Разделите на этапы. Аванс обязательно. Если нет аванса, вас могут кинуть, даже если подписанный договор. То есть, если есть аванс, у нас возникает взаимная ответственность. Начинается совместное сотрудничество над проектом. Пока нет денег, нет и, как бы, ну, начала работы. Иначе вы уже включились, вам нужно заплатить всем исполнителям, а средства еще не поступили. И, по крайней мере, вот на три этапа нужно его разделить. Последний этап поступает после того, как подписан, что акт выполненных работ. Поэтому это очень, это нам очень важно. И вот смотрите, ну, так теоретически мы поняли, вот такое количество этапов в нашем творческом проекте есть. Как с этим справиться? Запомните волшебное слово – декомпозиция. Слона нужно есть по частям. Я взяла эту метафору, разделку туши, для того, чтобы понимать, что любая сложная задача, которая вам кажется, она неподъемная, да, ее нужно разделить на маленькие этапы. И в тех этапах, которые были на предыдущем слайде, тоже есть куча маленьких задачек. Например, смотрите, давайте вот вопрос бюджета возьмем, да. Я придумал мини-фильм, например. Вопрос бюджета. Где взять деньги? Варианты накидайте. Питчинг. А? Питчинг проектов. Питчинг проектов. Идем в официальную кинокомпанию и защищаем нашу идею. Питчинг. Гранты – волшебная вещь. Продукты, о которых я вам говорю, мы сняли на гранты. И я умею успешно работать с грантами, потому что понимаю, как там все устроено, и оформляю. И вот это, то, что мы сегодня проходим, тоже должно вам помочь работать с грантами, потому что вы понимаете внутри, как устроен проект и как к нему вообще подобраться. Да? Вот. Например, локации. Попробуйте декомпозировать тему локаций, места съемок. О чем там надо подумать? Погоду. А? Погоду. Погоду надо присмотреть. Да, если мы вдруг снимаем летний фильм, ну лучше не тянуть до начала зимы. Можно, конечно, покрасить траву, но не стоит. То есть производственный процесс должен начаться в соответствующий климатический период. Погода. Еще, ну само место локации. Место съемок. Мы в одном месте снимаем или в, ну как бы в десятке съемок, тогда их нужно прописать. Третий момент. Эти места, локации доступны для посещения или там надо брать разрешение? Вот сейчас вот вы придете, например, в Кремль с коптером, что случится? Да, понимаете? То есть есть вот этот подготовительный этап, нужно, нужно обо всем об этом подумать. Где-то могут попросить денег, и это нужно заложить в бюджет, место съемки. И дальше нужно по таймингу прописать, когда все это мы на каждую локацию выходим. То есть вот тема декомпозиции понятна. Да? Чудесно. Есть профессиональные качества, которые будут всегда определять успех вашего проекта. и вашего личного успеха, и, собственно, проекта. И я бы сказала, что это два момента, кругозор или жизненный опыт. Ну вот у меня есть оба, да? А у вас, ну я так предположу, что для начала только один. Поднимите руки, у кого широкий кругозор? Кто сам себя оценивает? Ну трезво. Коллеги, смотрите, остальным рекомендую стремиться. Почему это очень важно? Потому что, работая над темой Кулшариф Возрождения, об истоках восстановления соборной мечети Казанского Кремля, 25 лет назад был заложен первый камень, и я полагаю, что вы еще не родились. Да? То есть для вас Кремль всегда был таким. Вот он всегда был вот таким вот лучезарным, вот с этой стеллой прекрасной. А в мое время самым сказочным, он был сказочным и для меня, но только при помощи башни Сюмбеки. Вот эта вот стелла, она вдохновляла, все время чувствуешь себя героиней сказочной. А потом появился Кулшариф. И вот чтобы рассказать историю эту, нам понадобилось, вот для того, чтобы кругозор здесь с моим проектом созвучен был, я написала, что это что такое? Это музыка, живопись, психология, история, религиоведение, политика и архитектура. Во всем этом нужно было разбираться. Почему? Потому что среди героев, которые мы пригласили на съемку, кто участвовал в этом проекте, у нас был... А вообще, давайте скажите мне, кого нужно снимать, чтобы рассказать историю вот такого объекта? Экспертов. Хорошее слово. Только экспертов, да? Кто обогатит нас, он нам покажет, вот почему это... Когда мы показывали фильм, нас, знаете, за что благодарили? Что смотреть и видеть – это не одно и то же. Вот до нашего фильма все смотрели и думали, ну, неплохо. Туда приезжает 3 миллиона в год, да, красиво. А когда люди знают историю, они смотрят на это другими глазами. То есть я вас уверяю, что любить свою половину в браке через 20 лет вы будете сильнее, чем в преступлении в брак. Потому что вы уже съедите пуд соли, вы будете все знать об этом, о своей половине. И у вас будет много больше точек для уважения, для любви, для приязни. Потому что прожита целая жизнь. И вот в истории, которую мы рассказали, благодаря экспертам, случилось то же самое. Люди узнали, как это все, с какими сложностями рождалось, и что из этого в итоге получилось. И вот смотрите. У меня любимое слово, как у маркетолога – зацепить. И как рекламщикам вам тоже это слово будет очень полезно – зацепить. На этом я строю, например, систему продаж. Если это случается, значит, за вами начинают следить, вами начинают интересоваться, и вас хотят слушать. Каково было мое удивление, когда композитор Рыбников… Знаете композитор Рыбникова? Что написал? Юнона и Авось. Юнона и Авось. И вообще это как бы наш композитор мюзиклов. То есть это всегда мелодия хит. И он говорит о том, что если мелодии не цепляет, все, шансов нет. Представляете? То есть нет области деятельности, где неважно было бы зацепить. Поэтому, вот скажу так, что кругозор позволит вам, как журналистам ли, как рекламщикам ли, зацепить любую аудиторию. Только кругозор. Потому что какой бы вы темы ни коснулись, вам нужно в глубину очень много чего об этой теме знать. Согласны? Поэтому я бы сказала так. Первая точка кругозора – это сказки всех народов. Вторая – энциклопедии. Третья – хорошая литература. И что важно для того, чтобы вот этот кругозор, пусть даже сейчас, дотянуть до уровня? Как по-вашему? Начитанность и насмотренность, и наслушанность. То есть надо идти в консерваторию, нужно идти в театры, нужно ходить в музеи на все выставки, и нужно много читать. Вот поймите, что для вас это профессиональная пригодность. Вот если этого нет, то о чем разговаривать вообще? Вы будете выходить на такие уровни к первым лицам, я не знаю, государства, организации, проекта, к экспертам, о чем вы будете с ними разговаривать, если у вас нет этого профессионального качества кругозор. Жизненный опыт не так страшно, он будет, потому что в силу ваших амбиций вы будете лезть во все проекты, он появится. Не надо бояться, что его нет сейчас, главное не бояться. В конце, когда останется время, расскажу вам вот такой анекдот маркетинговый. Идем дальше. Кроме кругозора, конечно же, это soft skills. Тема знакомая? Это коммуникационные навыки, о которых говорят. И вот тоже возьмите презентацию предыдущего спикера, он сейчас в зале, по ораторскому искусству, и тренируйтесь бесконечно. Два дня назад я защищала свой проезд в Министерстве культуры. Каково же киношный проект? То есть я хочу получить грант от Министерства культуры на съемку фильма. Каково было мое удивление, что люди из индустрии не умеют делать презентацию. И не умеют говорить в течение трех минут. Представьте себе, что труднее говорить? Полтора часа или три минуты? Три минуты, да. Чтобы три минуты говорить, нужно, во-первых, знать, о чем говорить, нужно фокусно подготовиться. Нужно знать, что три минуты – это один альбомный лист с 14 кеглем. Это значит, мы напишем все, что мы хотим сказать, потом прочитаем вслух, с секундомером поймем, мы уложились или нет. А еще мы поймем, что то, что мы понаписали, не ложится на язык. Почему? Невозможно произнести. Почему? Пробовали? Было у вас такое? Не было? Вот я вам, смотрите, я рекомендую, больше никогда не выходите на публику, на защиту проекта, пока вы не написали себе подстрочник. Вам видно, как выглядит моя презентация? Вы знаете этот режим? Режим заметок. Не знаете? Запомните, что когда вы хотите распечатать презентацию, там есть режим заметки. Это значит, вот в этом поле вы набираете свой текст, который вы будете говорить. У меня опыт, не знаю сколько лет, десятков лет. Я не выхожу на публику без того, чтобы не сделать себе вот такой вот подстрочник. Потому что я делаю, простраиваю логику, переходы между слайдами. И уж вот те три минуты, которые в Министерстве культуры мне достались, я сделала максимум для того, чтобы они сказали, нам нравится ваш проект. Понимаете? Без этого, без этого невозможно. Люди, которые не справились, потом в коридоре мне сказали, ну что тут можно за три минуты сказать? Вот у вас какое мнение? Много чего можно, совершенно точно. Есть примеры классические в менеджменте. Вы будете их потом читать, находить. Когда презентация состоялась с первым лицом в лифте, и был подписан контракт на несколько миллионов, там, десятки долларов, потому что человек успел запрыгнуть, он не мог попасть в обычный, как бы, через секретаря. Секретаря, но в лифте он заскочил и поднялся, и за эти там 12 этажей он смог заключить сделку. Вот, как бы, навык, который в себе тоже нужно тренировать. Быть всегда боеготовым. Что дает эту боеготовность? Подготовка. Подготовка. Поэтому, когда говорят, нужно хорошо говорить, к этому предшествует, что нужно думать, а второе еще записывать. И попробуйте запомнить, когда вы что-то написали, обязательно прочитайте вслух, потому что это нельзя произнести. Вы знаете об отличиях письменной и устной речи? Не знаете? Чем отличается письменная от устной? Устная, она более простая, более восприимчивая на слух. Короткая. Она короткая. Там 3-5 слов. Чем отличается устная речь от письменной? Сколько слов? 5. Она короткая. 2 слова. Это вот очень хорошо нужно осознавать. В устной речи нет никаких причастных оборотов и сложно подчиненных предложений. Это человек, который трали-вали, думающий о том, что мы так не говорим. Это клевый чувак. Он делает то-то и то-то. Он очень важен для нашего проекта. По 3 слова рубленные, рубленные фразы. То есть, даже если вы написали доклад, вам же дипломы еще защищать. Проверьте свой доклад, потому что он должен звучать. Это другой инструмент. Давайте о soft skills. Первое. Management. Вот смотрите, две картинки у меня. Лошади. Как вам кажется, где управляемая история, а где без менеджмента? В первой есть табунщик, куда-то он их гонит. И вся ваша команда несется к тому, чтобы рекламный ролик был в сроке, в бюджете и сделан был прекрасно. Если табун не пасется, если им никто не управляет, то что? Все в разные стороны, никто никуда и не придет. Лидерство. Что такое лидерство, по-вашему? Вот скажите. Какое лидерство? Да, вот эти два очень важных забывают, что умение повести. Эге-гей, погнали! А вот ответственность берет человек на себя за то, что деньги подписаны, сроки объявлены. Не получилось, можно сказать, в конце. Нельзя сказать. Один раз так скажете, и больше вы не лидер, больше за вами не пойдут. Поэтому будьте готовы, что хорошо ему быть начальником. Если вы не готовы брать на себя ответственность, то ничего не получится. Коммуникационные навыки. Хорошо пишем и хорошо говорим. Это мы сегодня с вами обсуждаем. И эмпатия. Что такое эмпатия? Расположение. Способность понять, принять, сопереживать. Да. И это как бы адекватная реакция на происходящее. Иногда бывает агрессия. Вот мы будем сейчас говорить об интервью. Агрессия. Давайте поймем, почему и что случилось. Нам нужно тоже плюнуть в ответ. Или сделать так, чтобы отойти куда-то и потом вернуться и сделать свою работу. То есть агрессии будет много. Не надо воспринимать ее на свой счет. Нужно понять, откуда она идет. И сделать так, страховаться, чтобы ее не было. Командная работа. Вот это очень важный момент. Скажите, у вас уже в ходе работы сложилась какая-то своя, не знаю, тройка, пятерка, командная. Я видела ваши студенческие работы на ряде мероприятий. И это приятно, потому что, да, выходят 5-7 человек, что-то делают, что-то презентуют. У кого это сложилось? Ну, покажите мне. Кто в команде работал? Молодцы. Молодцы. Здорово. То есть приведу пример, что в европейском менеджменте всегда считается, что один делает историю. Гений. Гениальный менеджер. А вот в азиатской культуре менеджмента совершенно по-другому. 7 среднестатистических менеджеров сделают лучший проект, чем один гениальный европейский. Почему? Командная работа. Ну, почему? Ну, как вы? Ну, командная работа, мы не можем одно понятие объяснить через то же самое понятие. Потому что один человек может что-то упустить, а команда может направить. Семь кругозоров лучше, чем один. Семь жизненных опытов лучше, чем один. Неважно, какой величины штрих добавляется, но этот штрих может оказаться решающим. Можете себе представить? И это правда. То есть всегда нужно слушать всех. И это тоже задача лидера. Слушать всех. Мы посовещались, и я решил. Ответственность беру я, но я слышу всех в ходе. Потому что это интересно. Люди, которые рядом со мной, мне очень интересно. Они знают многое. И даже не страшно, если они знают больше меня в каком-то вопросе. Это клево. Это значит, мы все вместе еще сильнее. Управление конфликтом. Как вам кажется, конфликт – это случайность, неизбежность, обязательный атрибут вообще жизни? Обязательный. То есть, вот знаете, не бойтесь ни в жизни, ни в личных отношениях конфликтов. Не надо этого бояться. Иллюзия благополучия исчезает, когда организация, или семья, или отношения выходят на регулярный уровень. Тогда возникает конфликт интересов, потому что нужно сделать так, чтобы мы все теперь регулярно делали что-то и делали друг друга счастливее или двигались в одном направлении. Поэтому в конфликте этим нужно разбираться. Я не знаю, есть у нас урок конфликтологии или нет, но читайте на эту тему. Смотрите, как нужно выходить из конфликтов. В производственной деятельности, в обычной, нужно договариваться при любых раскладах. Нужно гасить конфликты. Нужно делать так, чтобы вам отказывают. Я хочу с вами интервью. Вам отказывают, а завтра или через три дня вам должны дать добро. Почему? Ну, потому что, а как вы без этого? Вы же верите, что вам этот человек нужен для решения вашей задачи. Поэтому конфликтов бояться не надо, избегать не надо. С этим надо учиться работать. И системный подход. Вот была в университете Илдуз Галимзиана Нигматулина на филфаке. Казалось бы, что филфак выпускает хороших жен. Ну, пословица такая была. Когда послушная, образованная, ну чего, красивенькие девочки выходят замуж за военных, разлетаются по стране и как бы и все. Но вот благодаря этому системному подходу, курс системный подход, мне кажется, она мою судьбу сложила. Потому что она научила подходить ко всему одновременно с микроскопом и с телескопом. То есть смотреть на 360 градусов на любое событие. И понимать, как взаимосвязаны элементы. Вот сегодня мы начинаем говорить о том, из чего складывается успех проекта. Только ли из креатива? Да нет, конечно. И с технологией, и четкой работы по всем этапам. Из чего это складывается, мы сейчас с вами и разбираем. Давайте об интервью, которое, собственно, является вашей профессиональной деятельностью. Вот интервью, смотрите, с кем? Первый вопрос, да? Для чего мы берем интервью? Мы хотим показать человека? Мы хотим экспертизу какую-то предъявить? Ну, показать его как эксперта? Или мы хотим о проблеме какой-то, показать ее с разных сторон? И вот через кого я буду рассказывать историю? Выбор интервью очень важен. Скажем так, вот сейчас тема интервью на пике, да? Пример можете привести журналистов, которые сделали себе лицо на интервью? Дудь, Собчак, Гордон, Меньшова, Гордеева, ну и же с ними, да? Просто сейчас как-то очень разделился мир полярно, и часть из них оказалась, ну как, за пределами нашего, нашего такого допустимого, что ли, контента, а не иноагенты. Но мы не будем брать. Так вот, мне кажется, что большинство сейчас героев интервью подпадают под понятие хайп. То есть говорят не с теми и не о том. А вы обратили внимание, что сейчас у общества другой запрос? Запрос на глубинные ценности, на что-то настоящее, на уверенность, что, а мы будем жить, а мы останемся как нация, а мы сохранимся как народ. А что нам делать для того, чтобы, а кому нам верить? Наша Родина, она как бы думает о нас или уже нет никаких шансов? А может быть, надо думать о том, что мы дадим своей Родине, понимаете? Так же, как делали это когда-то 70 лет назад те, кто перед нами был. Так вот, сейчас повозникает как бы запрос социальный на другой контент. Не на сиськи и письки, пардон, а на духовность. Поэтому выбирать вот таких героев очень важно. И в нашем фильме мы выбрали именно таких людей-экспертов. Сколько героев необходимо и достаточно для фильма? Вот у меня 40 было изначально заявлено, осталось сколько? Как думаете, чтобы кино состоялось? 25. Вот в этом фильме 25 героев. Начиная от Ментимера Шариповича Шаймеева, чьей волей это все было сделано, и кончая студентом, который сейчас это зрелый человек, но в тот момент он был счастлив оказаться хоть чем-то, хоть ведро подносить, хоть купол там счищать. Понимаете? И вот выбор этих людей, он очень важен на этапе. Дальше, о чем мы будем говорить с каждым человеком? Где будем его снимать? Потому что фильм это что? Это не только текст, но еще и картинка. И расставить их по местам, чтобы это было смотрибельно, это очень важно. У меня был такой вот прокол, когда мы снимали фильм юбилейный к Рубину Абдуллину. Кто такой Рубин Абдуллин? Ректор Казанской консерватории, первый органист Татарстана. То есть есть люди в нашей истории татарстанской, которых надо знать в лицо. И смотрите, человек, который пришел на интервью, жарко было, конечно, но она пришла в футболки. Но, елки-палки, она никак не попадала в таком образе в поздравительный хороший фильм. Чья это была проблема? Это была моя проблема, потому что мы не доглядели за тем, что она пренебрегла дресс-кодом. То есть интервью, конечно... А что еще может произойти в кадре с... И почему это важно? Согласна. А еще варианты? Статус, да. Вы сейчас говорите о том, должен выглядеть интервьюер или сам герой. Давайте вот... Почему герою важно выглядеть надлежащим образом? Он может просто не принять даже потом вашу работу, если вдруг окажется, что у него вот здесь платье заканчивается. То есть когда женщина стоит, это платье может выглядеть хорошо, красиво. Даже вы вот о себе думаете в таком ключе. Вы идете навстречу серьезным человекам. Вы хорошая, хрупкая фигурка, куколка. Как только вы садитесь на стул, что происходит? Платье поднимается, понимаете? Поэтому продумывать глубина декольте и прочие вещи. Есть понятие уместности и неуместности. Об этих вещах нужно думать и тому, кто в кадре, и тому, кто внутри. Например, у вас могут просто не принять работу, если человек скажет вам, плохое интервью, вопросы плохие, свет плохо выставлен. А на самом деле что? Она сама себе не нравится. И когда мы берем интервью у женщин, это очень такой важный момент. Если женщина себе не нравится, она отвергает всю работу. Понимаете? И это нужно учитывать. Журналист в кадре или за кадром? Ну, я сейчас вам отвлеченный вопрос задаю. Но для нашего фильма «Интервью» это было важно. Для того, чтобы не отвлекаться, у нас все журналисты находятся за кадром. А в фокусе только герой. Скажите, а кто из вас видел фильм «Персона» Ильшат Гафуров? Нет? Посмотрите, это работа нашей студии совместно с Универ ТВ. Запомните слово «Персона»? Ректора своего вы помните, экс-ректора. Посмотрите два фильма «Ильшат Гафуров» и «Персона» Рубин Абдулин. Для того, чтобы посмотреть, как строится фильм «Интервью». Посмотрите, это интересно и это полезно. Как выстроить кадр? Что это значит? Вы приклеите человека спиной к стене или вы оставите за ним перспективу и воздух? Посадите его на стул или поставите? В чем разница, сидящий человек или стоящий? Качество звука, вот по-вашему. Пробовали, разницу чувствовали когда-нибудь? Когда стоящий человек лучше звучит. Звучит лучше. Я себе сейчас позволяю сидеть, потому что у меня очень такая плотная информация, и я себе оставляю некоторую зону комфорта. Мне кажется, вы меня и так хорошо понимаете, хорошо реагируете. Но если бы у меня был другой посыл, то я бы, наверное, встала перед вами. Но я не хочу доминировать и не хочу управлять. Я хочу с вами взаимодействовать. Если я сижу напротив вас, значит, у нас с вами вот такой вот диалог. Это тоже возникает, ну, момент такой, как бы, я определяю, в какой коммуникации я буду с вами находиться. Вот. Чем закрыть склейки? Что это такое склейки? Татьяна Вячеславовна, я прошу прощения, девочки, микрофон. Там нас не слышно. Угу. Я думаю, что склейки – это, наверное, то, что находится в кадре во время закадрового голоса. То есть, когда нет самого героя, а идет как бы текст про что-то, и вот это что-то должно быть на экране. Вы, ну, думаю, что вы правы, потому что склейки, на самом деле, это любая смена кадра, да, любая смена. Но когда мы берем интервью, голос человека, то нам нужно вот его начало фразы и конец, потому что в середине он ушел куда-то туда и сказал нам то, что нужно, вот только в конце, да. И что мы делаем? Мы вырезаем тайм-коды, вырезаем и склеиваем. Что может произойти в кадре? В кадре произойдет то, что будет дрожок, ну, такой вот, да. Это нужно закрывать, об этом нужно сразу думать, и либо мы ставим две камеры для того, чтобы сменять средний план на крупный, либо мы делаем так называемые подсъемы в ходе этого процесса, когда мы будем закрывать чем-то. Об этом сразу нужно думать, ну, во время интервью, потому что человек не обязан нам говорить четко, пунктуально, коротко, емко. Он может растекаться, уходить влево-вправо, а нам нужно будет с этим работать. То есть, дальше, смотрите, десятый пункт, эти перебивки нужно снять. Подобрать материал для иллюстрации. Зачем? Зачем? Чтобы было наглядно было. Конечно, чтобы было наглядно, потому что формат говорящая голова, знаете? Говорящая голова. Да, редко бывает так, что держит внимание прям вот так вот полтора-два часа. Есть такие люди, есть такие спикеры, но чаще всего хочется переключения внимания. Поэтому иллюстрации, они помогают либо донести информацию, либо акцентировать. И вот, что входит в иллюстрации? Графика, выноски, схемы, карты и символы. Иногда какую-то фразу вы видите в интервью Дудя или кого-то, да? У Собчак много графики. У Дудя, например, есть выноски, когда фраза какая-то яркая выносится наверх. Все это помогает, ну, как бы более динамично построить кадр и вести человека по этому сюжету. Смотрите, технический момент. Сохранять отснятый материал системно по именным папкам. Самый страшный, можете мне пример привести, факапа, который случился с людьми, которые улетели снимать фильм куда? Да? В космос. Помните страшную историю, когда слетали в космос, а потом оказалось, что флешки, ну, типа не записались. Мы не знаем, эта страшная история забыта, но такое бывает, что... А где у нас отснятый вчера материал? Мы уже по нему написали новый материал. То есть что надо делать для того, чтобы этого не случилось? Дублировать. Да сразу его сбрасывать в папку проекта. Просто, ну, вот, как бы поймите и сохраните. И нумеровать день такой-то, или спикер такой-то, тема такая-то. Для того, чтобы это все сразу сохранять. То есть мы говорим об очень таких инструментальных вещах, которые позволят вам пройти по производственному процессу. Последнее. Проверить баланс темы героя и пополнить список. Вы, например, отсняли 10 человек и думаете, так, про религию я рассказала, про культуру я рассказала, политическую ситуацию мы осветили, еще что-то мы должны... не хватает человека. Значит, мы догоняемся и ищем еще дополнительных спикеров, чтобы у нас тема была закрыта. И нарезать с тайм-кодом. Что это такое? Делали? Да? То есть весь отснятый материал... Сколько часов можно снимать, чтобы сделать трехминутный ролик, например? День. А? Съемочный день. Кто проживал уже этот жизненный этап? Представляете, кажется странно, ну, что там, 3 минуты, да? Сколько дублей бывает на один кадр? Под 50. Под 50. Я снимала ролики, когда моя коллега, ну, производственный ролик, рассказываем об услуге, когда пишем пофразно, казалось бы, чего легче, не надо 10 минут или нон-стопы, да, пофразно. Каждая фраза ошибочная и в конце такой истерический смех. О чем это говорит? У человека стресс. Страшный стресс. Она не может собраться и сделать все, ну, как бы правильно. Поэтому дублей много. И что мы сейчас обсуждали? Мы сейчас говорим нарезка по тайм-кодам. Мы выбираем самые лучшие фрагменты, самые законченные фразы. Фразы, где взгляд у нас не ушел в конце, куда-то в конце точка поставлена. Это работа уже как бы за столом. Вот это интервью проведено. Но работа с героем – это не только интервью. Для того, чтобы оно состоялось, можно ли сразу назначить время интервью, сказать, так, будьте добры, мне нужно с вами, и завтра, давайте завтра встречаться. Получится оно, нет? Почему нет? А? Ну, абсолютно. У него, может быть, время завтра запланировано. Не до нас. Второй момент. Смотрите, что такое диагностическая беседа? А что ты хочешь вам сказать? А о чем он может сказать? Мы же его выбрали, мы же его выбрали для того, чтобы он, как эксперт, нам что-то поведал, да? А вот о чем он будет с нами говорить? А что еще мы от него можем получить? Наше представление о реальности вот такое, а его представление о реальности вот такое. И в диагностической беседе очень важно понять, а что еще можно вытащить? А кого из людей еще можно привлечь? Сбор данных по теме. Смотрите, вот тоже меня удивило. Во время защиты проекта в Минкульте люди выходили и говорили, я хочу снять фильм о цирке, цирковой студии нашей, детской цирковой студии. О чем спрашивает жюри Минкульта? А вы видели, какой прекрасный фильм был снят 20 лет назад об этом заведении? А что большего, что лучшего вы скажете? И когда людям нечего добавить, и они не видели все, что снято, сказано, написано по поводу, какой вывод можно сделать? Не в теме. Это стыдно, быть не в теме. То есть Собчак говорит о том, что она проводит несколько десятков часов, готовясь к интервью. Она читает все, что было сказано этим героем, она смотрит, она копает его биографию, она смотрит его соцсети. То есть вот такая вот глубокая подготовка обязана стать частью нашей профессиональной компетенции. А она меня немножко изумила. То есть личность-то, ну как, сейчас, конечно, безусловно, принимаемая, принимаемая как, ну там, эталон профессиональный. Ну, я думаю, что можно, например, здесь принять журналистов, которые, допустим, уходят в список. Стоп. Можно, можно, согласна. Смотрите, составить список вопросов. Скажите, пожалуйста, составленный список вопросов гарантирует нам успешное интервью? Нет. Почему? Мы же подготовились, мы же все про него знаем. В большей степени. Ну, а почему, скажите, нам это не гарантирует успешность? Ситуация может поменяться в процессе. Так. Ситуация может поменяться. Что это значит? Вот эту очень важную тему вы затронули. Что за ситуация может поменяться? Ну, спикер может как-то плохо себя чувствовать, например, или разволноваться и отвечать совсем не так, как было запланировано. Да, это сложный момент. Надо погасить и идти дальше. Еще версии. Может, спикер не захочет рассказывать именно на этот вопрос, не захочет отвечать, тогда придется другие вопросы. Другие или попытаться зайти на то же самое спустя какое-то время, но мягче, может быть. Вариант сделайте еще. Почему? А можно вниз спустить? Мне прям так, ребят, интересно услышать. Ребят, что может быть, вот как бы пойти не так? У вас список вопросов есть. А? Супер. Интервью может пойти в другое русло. В другое русло. И это хорошо или плохо, на ваш взгляд? Хорошо. Это хорошо, потому что, опять-таки, вот, вы планировали узнать вот столько, а вам он поведал, открыл картину мира, вот такое-то здорово. Но у вас-то были конкретные задачи, что нужно все-таки сделать? Вернуть. Ограничивать. Ограничивать не получится. Как вы его ограничите? Нужно его вернуть, вернуть к той теме, которая, собственно, вас интересует. Нужно дать ему дойти до конца, ну, в уместном, конечно, плане. Но, что это означает? Влияй. Восьмой пункт. То есть, работая со своими коллегами-журналистами, я столкнулась с тем, что они боятся остановить человека и направить его в то русло, которое нам нужно. Вот слово влияй, оно является вашей частью, частью вашей профессиональной компетенции. То есть, вы должны управлять беседой, да? Мягко, деликатно, но вернуть его к теме. Слушай. Микрофон, пожалуйста, передайте. В записи будет пустота вместо голоса. Хорошо. Интервью Дудя с солистом группы «Пошлые моли». Там он спросил у Кирилла Бледного, а твое отношение к Путину. И вместо того, чтобы этот вопрос убрать, Дудя оставил, где солист просто минуту молчал. Ну, то есть, он проигнорировал полностью этот вопрос. И вот, учитывая то, что он сделал, как это подогнать под вашу концепцию? И можно ли это сказать, что это как-то нарушение каких-то правил интервьюера? Мы про политик корректно вспомним, да? Ну, смотрите, я бы отнесла это, наверное, к ситуации хайпа, когда ему хотелось, хочется остаться и зафиксировать себя, позиционировать себя как свободным журналистом, свободным от политики. Не от политики, а от такого понятия, как лояльность власти. И показать, что он внутренне свободен, ничем не ограничен и имеет право задавать любые вопросы. И по сей день. И не обращает внимания на... Ну, это его позиция. И поэтому это не опровергает моего подхода то, что управление беседой является профессиональной компетенцией. А как различать, когда нужно вставлять в момент, а когда не надо? А это же его сознательный выбор. То есть, скажем так, в интервью очень важны пики какие-то эмоциональные. И вот он этот эмоциональный пик оставил для того, чтобы показать свою позицию. Не позицию героя, а свою собственную. А, то есть с точки зрения интервьюер, а даже не то, что, скорее, артист. Да. Ага, интересно. Да. То есть, ну, во время съемки мы сознательно акцентируем что-то. И это был такой вот, ну, акцент. Когда пауза, это знак молчания, это тоже ответ. Вия Артмана говорила, чем сильнее актер, тем дольше у него пауза. Но это ее героиня говорила. То есть пауза очень многозначительное суждение. Это тоже был ответ героя. Он посчитал, что в его концепте интервью это должно остаться. Вот. Если что-то, если что-то пошло не так, я себе пишу, что, вот если что-то на интервью пошло не так, что нужно сделать? Нужно продолжать. Нужно попытаться погасить конфликт, но продолжать нужно. И после этого нужно провести разбор полетов. А я достаточно был готов к масштабу этой личности. А я все сделала для того, чтобы задавать интересные вопросы. И поэтому, ну как бы, это такая домашняя работа предстоит. Смолток перед началом интервью. Вы не можете посадить человека и сразу начать задавать ему вопросы. Почему? Потому что он еще не разогрелся. Да, он не разогрелся. Да, он тебя не знает. Он не знает, какой ты, не знаешь, как звучит. Даже вот смотрите, когда вы будете на этом месте, что вам прежде всего нужно сделать? Вам нужно микрофон, микрофон. Поговорить с ним на отвлеченные темы, чтобы подготовить его к самому интервью. И можно задавать какие-то наводящие вопросы, которые будут, ну, в интервью будут. Можно. Можно. Во время этой короткой беседы мы знакомимся, мы смотрим друг на друга. Мы снимаем стресс. Самый большой это стресс. Мы позволяем ему услышать свой собственный голос. То есть, когда вы входите в кадр, вот сюда, например, на авансцену или диплом защищаете, скажите сами, попробуйте раз-раз-раз-раз-раз, как звучит ваш голос. Вам комфортно открывать рот? Это очень важно. Ну, как бы, самого себя примирить с этой обстановкой, обжить эту обстановку. И еще нужно понимать темпо-ритм человека. И вот мы, например, в нашей биографической теме сталкиваемся со сложностью. А человек, когда глухой, как с ним разговаривать? Плохо слышит. Я хотела вас спросить про то, как интервьюировать инвалидов. И недавно буквально увидела интервью от канала «Коллектив». Там рассказывается о профессоре, который вследствие эксперимента в СССР потерял и слух, и аппаратно-двигательные проблемы у него случились. И к тому же он разговаривает плохо. И как раз-таки в связи с этим я хотела задать как раз-таки вопрос, а как тогда интервьюировать инвалидов, которые полностью ограничены в словах? Смотрите, я сейчас воспользуюсь приемом не для того, чтобы, скажем так, уйти от ответа. Но это хороший способ уйти от ответа, когда не знаешь ответ на вопрос. Давайте вместе с залом поработаем. Давайте сами в режиме диалога найдем, что нужно для того, чтобы не остаться в этой ситуации. Первое, что я скажу, это не может быть сюрпризом для вас. То есть, когда вы идете на такое интервью, вы уже должны понимать и быть к этому готовы. Вот это не может быть сюрпризом, я скажу. Это мое решение. У меня есть следующее, но я хочу вас услышать. Ну, например, интервьюер в данном видеоролике контактировал с инвалидом с помощью его проводника. Правильно. Мы тоже посадили рядом с бабушкой ее дочь. И она дублировала в ухо то, что как бы бабушка недослышивала. Это второй момент. Контактеры. Третий момент. Это должны быть очень простые вопросы. Четвертый момент. Можно держать их, ну, вот так, визуально. Вот они напечатаны, и они даются. Пятый момент. Можно... Сколько у нас времени? Пять минут. Можно ознакомить. Но я не люблю знакомить героев интервью с вопросами. Почему? Почему? Микрофон, пожалуйста. Почему не стоит знакомить... Можно знакомить с темой, но не стоит знакомить с вопросами. Почему? Абсолютно. Уходит момент спонтанности. Уходит живость. Уходит энергия из этих вопросов. А кто отказывается давать интервью без высланных вопросов? Абсолютно. Первые лица. Потому что они должны дать социально одобряемый ответ. У них все продумано, у них спонтанность невозможна. И с такой группой людей интервью обязательно высылается куда? Протокольное дело. На визирование. На визирование. Упаси бог, пустите эту процедуру. Можно как бы получить проблему. Вот. То есть, что я еще бы добавила к вашему проблемному интервью? Надо смотреть, как справляются с этим аналогичные. То есть, везде нужно искать что? Бенчмакинг. Как люди другие решали эту проблему? То есть, это тоже насмотренность и, соответственно, забирание опыта себе в копилочку. Я ответила на ваш вопрос? Можно еще вопрос, пожалуйста? Конечно. Нужно. Вы сказали о том, что подобным людям не нужно задавать сложные вопросы. Опять же, приближение. Сложные могут быть. Они должны быть просто сформулированы. Потому что в изложении. В изложении. Понимаете, я брала интервью у детей-аутистов. И это была ипотерапия, где лошадки раскрепощают их, делают свободными. И я спрашивала, ты такая красивая, ты такая умница. Как у тебя впечатление? И я думаю, почему мне не отвечают? А мамы говорят, вы очень многое от них хотите. Они... Она говорит, мне здорово. И это уже победа. Это уже как бы ребенок до этого молчал. Не говорил ничего. Смотрел только в сторону. Вот так вот. А здесь, после этого контакта с лошадью, они могут выразить свою эмоцию. И выходят из своего мира, и входят в наш. И это уже как бы, ну вот, результат. Понимаете? Да, у меня тоже был опыт. Я ходила, собирала интервью вместе с интервьюером от Татмедиа на ипотерапию. И там мы использовали способ, когда дети кормили морковью лошадей, подходили к нему и спрашивали, а какая-то лошадка, а что ты делаешь? Да, очень просто. Очень просто. Вот. То есть под каждую аудиторию свои... Смотрите, очень важный момент, который под цифрой 9. Позволяйте прожить эмоции. Когда человек в ответ на наш вопрос плачет, что нужно делать? Не мешать ему плакать. И смотрите, что делать? Тренироваться. Искать образцы. Смотрите лучше интервью, но лучше всего не только смотреть, а уже ищите как бы секреты, мастер-классы, методологические подходы. Я попыталась сегодня дать вам инструментальную информацию. Скажите, пожалуйста, получилось ли у меня решить эту задачу? Я хотела быть вам полезной. Получилось? Что запомнили? Ну вот каждого. Если что-то зацепило, я вам сказала, что для меня это важно. Что вас зацепило? Про меня про кругозор. А? Про кругозор. Про кругозор. А вы решили, что я молодец, я прожила детство не зря. Или вы поняли, что вам нужно к чему-то еще... Больше. Нужно больше. Вообще нет ничего лишнего в этом вопросе. Для того, чтобы... Окей, ребят, можно прям вот прям по цепочке, а? Пожалуйста. Коллеги. У нас... Праза зацепить. Держите ее в голове. Потому что если этого не случилось, ничего не получится дальше. Угу. Давай. Мне понравилась фраза, которую вы сказали. Подходить ко всему одновременно с микроскопом и стелескопом. Это тоже правда. Это тоже правда. Нет мелочей. И с другой стороны, нужно видеть всю картинку целиком. Это признак лидерства. Признак готовности управлять ситуацией. Еще, коллеги. Я вынуждена приврать обратную связь, потому что у нас очень критичное время. Все хорошо. Я хочу сказать, что Татьяна Вячеславовна поскромничала. На самом деле, фильм, о котором она рассказывала про Кулшариф, возрождение, участвовал в фестивале мусульманского кино. И путь с большим успехом прошел в Москве, в Петербурге. В каких городах вы еще были? Москва, Питер, Башкирия, Астрахань. Вот смотрите, мы думали, час двадцать этот фильм. Считается, что ваше поколение смотрит только ТикТок. Оказалось, что нет. Оказалось, что вы нуждаетесь в смыслах, нуждаетесь в любви к родине, в гордости за нее, что вы не пустые, что вы великие, что вы нормально входите в жизнь и готовы к тому, чтобы сделать все для своей страны. Поэтому я прошу вас запомнить формат персона Рубина Абдуллин, персона. Вот когда вы увидите, зайдите на канал Аярис, да? Там фильм Кулшариф. Ребята, все фотографируем и благодарим. Презентацию возьмите. И фильмы, о которых говорит Татьяна Вячеславовна, в том числе Кулшариф, есть на канале Ютуб. Давайте поблагодарим нашего спикера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok